Волнение витает в воздухе. Не каждый день получаешь правительственную награду из рук губернатора. Герои дня – социальные работники региона. Люди не публичные, но любящие свое дело. Александр Жилкин вручил 15 почетных грамот, одну медаль ордена за заслуги перед Астраханской областью и два почетных знака. Один из которых достался Надежде Лепехиной, директору комплексного центра социального обслуживания населения Янатаевского района. Она работает в социальной сфере около 20 лет. Мы работаем с пожилыми людьми, с детьми, инвалидами, с семьями, находящимися в опасном положении. На территории района действует и реализуется очень много социальных проектов, которые в области есть. Это и школа третьего возраста, и социальный туризм, и серебряный голос. Награды, которые получает руководитель, это все-таки итог работы всего большого коллектива. Почетные грамоты от дома Астраханской области получили 4 человека. Пять работников социальных центров удостоились звания лучшей по профессии. Почетные дипломы им вручил министр социального развития и труда Олег Петелин. В числе лучших оказалась Юлия Андросова, директор центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, малышок. Сегодня здесь проживает более 30 ребят. Чтобы воспитанники чувствовали себя как дома, комнаты оборудованы по семейному типу. На базе учреждения функционирует кружок изобразительного искусства, спортивный зал, театральная и музыкальная студия. За время существования учреждений не было ни одного случая повторного отказа от детей. Самая главная наша цель и задача – это жизнеустройство деток в семье. И в этом году нам удалось семерых детей вернуть в родные семьи, а 17 деткам найти приемных родителей. Мы, конечно, на этом не останавливаемся и хотим, чтобы к концу этого года каждый ребеночек нашего центра нашел свою маму и папу. Родители в прошлом году в Астраханской области нашли более 600 детей. За пять месяцев этого года в семьи забрали 171 ребенка. Социальная отрасль региона насчитывает 59 учреждений различного профиля. Это дома-интернаты, Центр социальной поддержки населения, социальные реабилитационные организации и учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей. Отрадно, что развиваются новые формы социальных услуг, расширяется их спектр. С гордостью могу сказать, что перенять успешный опыт работы специалистов астраханских социальных учреждений сегодня желают коллеги из многих регионов страны и даже других государств. Перенять астраханский опыт приезжали специалисты из стран ближнего зарубежья. Астраханские социальные работники часто становятся идейными вдохновителями проектов. Это и социальная среда, и конкурс «Голос. Серебряный возраст», а также фестиваль «Пасхальный перезвон». Соцработники готовы начинать новые проекты, вдохновлять своих подопечных, помогать многодетным семьям и находить для детей семьи. Виктория Фортуна, Алтына Юрумбаева, Вадим Матасов, Центр новостей.